Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 22 июня и посмотрим, чем у нас закрывается текущая торговая неделя. И я напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. А также у нас будет небольшая пауза по нашим обзорам на неделю, на тот период, пока я нахожусь в отпуске. То есть в следующей неделе у нас обзоров добавляться не будет и мы возобновим уже в первой неделе июля. Итак, давайте посмотрим, что же у нас происходит по паре евро-доллар. Во-первых, вчера мы обновили минимальное значение, которое было зафиксировано 20 и 19 июня. Но к концу торговой сессии мы увидели движение вверх и фактически закрылись выше открытия. На текущий момент мы торгуемся вблизи важного уровня сопротивления, который находится в области 1.1644. И в том случае, если евро-доллар сможет закрепиться выше данного уровня, то будем уже рассматривать переход к восходящей коррекционной формации. Ну и завершение данной коррекции также позволит пересоединиться вновь по паре евро-доллар на продажу в сторону основного тренда, который сейчас и преобладает. По паре британский фунт, американский доллар, общее направление среднесрочное и долгосрочное остается нисходящее. Но в рамках часового таймфрейма мы вчера также увидели уход выше максимумов, которые были зафиксированы 20 июня, что нас переводит в фазу восходящего движения в рамках часового таймфрейма. Ну а завершение данной коррекции также позволит пересоединиться по данной паре на продажу в тот момент, когда она будет завершаться. А для этого нам необходимо увидеть нисходящий импульс, то есть уход ниже минимумов предыдущего торгового дня. Ну и соответственно эти дни уже на следующей неделе будут сформированы. По паре американский доллар, канадский доллар мы также подошли к области сопротивления. Вчера волатильность была также крайне низкая, порядка 50 пунктов всего по канадцу. И торговались вблизи области 1.33-1.34. Пока преодолеть выше этот уровень не смогли. Ну а в том случае, если цена уйдет ниже уровня, который сформирован по цене 1.32-1.82, то в этом случае будем ожидать начала коррекционного движения. Ну и завершение коррекции также позволит присоединиться вновь к данному активу на продолжение роста и к движениям уже к следующим целям в области 1.35-1.36. По паре американский доллар и японская иена пока общее направление нисходящее сохраняется. Не смогла вчера данная валюта уйти выше уровня 110.90, максимум, который был зафиксирован 15 июня. А пока мы торгуемся ниже данного уровня, в среднесрочной перспективе тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это уход ниже уровня 109.54 и далее движение по направлению на 108.90. Ну а уход выше максимальной значения 15 июня даст предпосылки на продолжение роста с целями до 111.95. По паре австралийский доллар и американский доллар также мы видим на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Следующий ближайший уровень сопротивления находится в области максимальной значения 20 июня. В том случае, если австралиец закрепляется выше данного уровня, то будем отмечать начало коррекционного восходящего движения, опять же завершение которого даст возможность присоединиться вновь на продажу по движению основного тренда по данной паре. Ну а пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая у нас сохраняется. По паре евро-фунт вчера мы увидели уход ниже минимумов, которые были зафиксированы 20 июня, что по последней формации нас вновь переводит в фазу нисходящего движения. Ну и фактически вчера же дошли до целевого уровня. Это область 87.25, то есть у нас евро-фунт, лучше это будет видно на 4-часовом таймфрейме, ходит в боковике, в боковом диапазоне. Ну и собственно вчера мы видели импульс до нижней границы этого канала, торговля в котором идет уже фактически со второй половины апреля. Собственно следующие цели по данной валютной паре, в том случае, если евро-фунт закрепляется ниже уровня 87.26, минимальное значение, которое было вчера зафиксировано, также 15 и 14 июня, то в этом случае будем ожидать продолжения нисходящего движения с целями снижения до 86.69. А в том случае, если евро-фунт обновляет локальные максимумы, то есть уходит выше уровня 87.98, то возвращаемся опять в фазу роста. Ну и напоминаю, что боковое движение здесь сохраняется. По золоту вчера обновили локальный минимум, доходили до уровня 1261 доллар за тройскую унцу, тенденция нисходящая сохраняется. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальном значении 20 июня, который был зафиксирован по цене 1276 долларов за тройскую унцу. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется, и цели по снижению вероят на эту область 1237. По нефтемарке Brent сохраняется тенденция нисходящая, цели снижения – это уход ниже минимумов четверга, затем штурм минимумов 18 июня, ну и далее движение по направлению на 70.91. Возврат к покупкам по данной паре будем рассматривать по данному активу, в том случае, если нефть может закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы 20 июня, по цене 75.80. По индексу DAX вчера увидели обновление минимальной значения, что подтверждает сохранение нисходящей тенденции по данному активу, и следующей цели по снижению – это область 12264. Возврат к покупкам по данному активу будет рассматриваться в том случае, если мы увидим движение выше максимальной значений, которое было зафиксировано вчера по цене 12761. Ну и биткоин. По биткоину тенденция нисходящая на текущий момент сохраняется. В среднесрочной перспективе часового таймфрейма у нас наблюдается рост. Мы колеблемся в диапазоне от 6484 до 6817. Уход выше уровня максимальные значения, которые были зафиксированы 12 июня, подтвердит начало среднесрочного восходящего движения, ну и в перспективе рост биткоина уже в области 7500 и так далее. Ну а пока торгуемся ниже данного уровня. В среднесрочной перспективе пока сохраняется тенденция нисходящего. Ну а если биткоин уйдет ниже минимумов, которые были зафиксированы 20 июня, то это будет дополнительное подтверждение сохранения нисходящей тенденции как в рамках часового таймфрейма, так и среднесрочных таймфреймов. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, всем желаю хорошего окончания торговой недели, хороших выходных и увидимся, напоминаю, что уже через неделю на первой половине июля. Всем хороших торгов, всем хорошего завершения торговой недели и до свидания.